ребята здравствуйте мои дорогие я представляю вашему вниманию ближайший час супер подробно интервью которая состоялась между мной и одним из главных гуру кета вопросов одним из главных гуру интервального и периодического голодания русского интернета валерием где мы на его инстаграм профиля кстати ссылочки на него я укажу под этим видео говорили о моем проекте pg марафон валерий очень хороший интервьюер я вас уверяю ребята смотреть это будет интересно я ответил на все вопросы что почему зачем о проекте углубленно поговорили обо всех моих мотивациях и о настроях и и вообще постарались поделиться максимальным количеством информации связанным с этим таким глобальным на самом деле моим проектом ребята это запись из инстаграма подчеркиваю поэтому она вертикальная не судите строго за то что у нас рамки будут слева справа я постараюсь сделать это видео максимально смотребельным скажем так поэтому не совсем обычный для нас формат но это прямой эфир то есть все что вы будете видеть это запись прямого эфира в котором тоже участвовали вы мои дорогие надеюсь кто подписан на мой инстаграм если еще не подписан обязательно делать это тоже ссылочка будет внизу и конечно же подписчики валерия все участвовали завали вопросы ну и мы собственно проходили очень углубленно скажем так дело моей жизни мой любимый замечательный и очень мощный проект pg марафон ребята приятного вам просмотра как всегда прошу если не подписаны на канал обязательно подписывайтесь задавайте вопросы которые вас интересуют под видео я буду обязательно отвечать формате видео ответов мы как вы знаете регулярно делаем прямые эфиры стараемся максимально эффективно отбирать ваше время чтобы за минимальное количество времени отдать максимальное количество информации все ребята не занимаю вас более приятного просмотра и надеюсь на ваш лайк спасибо приветствую друзья надеюсь вы готовы к тому чтобы вас захлестнула волна энтузиазма которая ворвется сейчас наш эфир и мы ждем алексея и вот и алексей здравствуйте здравствуйте и чудо технологии соединяет нас а вот и он да здесь здесь приветствую как слышно как связь великолепное качество связи зачем этот чудесный человек в этих элегантных очках оказался сегодня в нашем эфире затем друзья мои что лично у моей аудитории возникла целая куча вопросов относительно его проекта pg марафон и мы будем пытать его и не просто выясним куда нужно прийти и куда записаться а какая же основная идея то есть чем вы берете своих своих последователей и что вы с ними там делаете алексей вам слово приветствую валерий приветствую ребята всем большой пламенный привет вот это видео у нас с вами сейчас проходит формате лайва затем будет доступно в записи у вас валерий у меня и конечно я думаю мы его еще зальем на youtube со всеми ссылочками со всеми со всеми со всеми со всеми данными поэтому всем большой привет кто он смотрит в записи кто он смотрит будет кто у нас будет смотреть сейчас лаве ребята история с pg марафоном а изначально уходит ногами в ну вот есть вот такое вот у меня желание сначала помогать людям когда я работал лично с каждым человеком это вам должно быть знакомо затем какое-то развитие идет в сторону медийности то есть instagram youtube и затем появляется такая идея создать проект в котором я смогу отдавать за то же время которое я провожу лично своими учениками только большему количеству людей и на самом деле вот такой формат такой проект он что-то вроде бы 21-дневного друга который рядом с тобой постоянно стоит и постоянно во-первых поддержка с моей стороны идет ну что это сложно и отличие от тренировок с тренером в зале на мой взгляд основное заключается в том что а тренировки они часом ограничиваются и тем что тебе дает тренер твой наставление и сделай то пятое десятое я могу достать любого из наших бойцов в любой момент с той информации которая нужна в данный момент и вот это я считаю отличие от любых тренировок в том что я показываю что я готовлю показываю как я хочу чтобы ребята тренировались показываю как я хочу чтобы ребята двигались и были активными причем нацеленность на абсолютно разные варианты то есть у нас есть мамочки которые с двумя детьми которые не выходят из дома в принципе у нас есть замена ступеням то есть у нас есть разные комплексы которые проходят в течение всего марафона и человек в зависимости от своего состояния физиологического будь он с лишним весом будь он с детьми будь он на полностью способный молодой здоровый и имеет возможность ходить в зал то есть каждую эту социальную группу я стараюсь закрыть нагрузкой которая увеличивается в течение марафона а это это категоризация она происходит на старте или в процессе анкетирования это это категоризация происходит в голове у каждого человека я говорю ребята ну вот у нас есть вот мой рядом стоит мой любимый друг айпэд на котором я стараюсь составлять планы на каждый день то есть вот этот проект он на самом деле нужно наверное откатиться немножко назад составляется план марафон зависимости от того какие люди у нас участвуют кто у нас участвует но обычно мы прорабатываем с иваном ребята вы если участвуете в нашей жизни социальной с иваном я так и мы потому что мы идем через все эти проекты вместе и и это это иван михайлов это иван михайлов это мой главный администратор это главный модератор всего что происходит и на канале и в инстаграме и в проектах в этих таких как пг марафон вот без него я наверно этим вопросом не смог справиться потому что мы в первых праздниках временных группах находимся то есть у него там четыре часа назад он откатывается и он начинает свой рабочий день раньше чем я он уже отвечать начинает на вопросы и вот мы с ним прорабатываем план график марафона заранее то есть 21 день и у нас есть четкая явная картина того куда мы хотим прийти и откуда мы стартуем и там есть у нас уже раскладка для ребят которые с детьми для ребят которые там с каким-то ограничением по подвижности и дальше я говорю ребята вот у вас есть возможность то есть у нас есть базовая минимальная нагрузка которую мы вообще в принципе не уменьшаем базовая минимальная нагрузка это 10 тысяч шагов это шаги это шаги то есть вот я скажу прошлый марафон дело в том что мы их никогда не делаем одинаковыми у нас постоянно что-то разное происходит и от питания до нагрузок они все разные то есть у нас там было сколько шесть марафонов прошло вот активно в этом году и каждый имеет свою особенность и вот возьмем за пример последний есть базовая нагрузка которую я очень хочу чтобы люди выполняли это мы начинаем со 100 ступеней в день и мы начинаем с 10 тысяч шагов и мы начинаем с какого-то там количества времени в планке которые они стоят и шаги это обязательно условия 10 тысяч вот минимум ну все сейчас делаю 10 тысяч это я с этого начинал еще четыре года назад рассказывать людям пожалуйста давайте будем стараться делать сейчас у меня многие ученики которые корпоративные сотрудники они вижу с браслетами ходят их там заставляют на работе 10 тысяч ходить это очень хорошо считаю потому что большая часть люди сидят так вот и вот эта базовая нагрузка в виде планки которая увеличивается в течение всего марафона и в виде шагов по ступеням например в этом марафоне вот это в течение марафона увеличивается каждый день мы добавляем по чуть-чуть вот и к этому человек который ну ничего не может делать он просто пытается ставить в планке я даю варианты замены плана варианты замены ступеней всегда есть чем заменить но вот есть вот такая core базовая нагрузка которая прям вот прям минимум минимум и к ней дальше у меня приспосабливается комплексы тренировочные домашние которые каждую неделю мы меняем к ней приспосабливаются тренировочные комплексы для зала тех кто может ходить в зал и домашние комплексы они настолько то есть я записываю видео я затем стою с айпэдом вот так и у меня здесь я выполняю упражнения я говорю ребята вот это упражнение ну что я буду голословным я сейчас вот открою ну на примере да здесь я кстати уху делал тут у меня куски рыбы показывал по процессам как куда-то надо еды мы дойдем да ну вот допустим та же история с подтягивать не подтягиваниями а вот я стою беру свой айпэд ловлю его и показываю ребята вот у нас есть вот такая тема мы там подтягиваемся делаем то то пятое десятое с какими-то там целями мы приходим в зал и вот я показываю вот так вот мы проходим через все начиная от готовки заканчивая тренировками домашними зальными и постоянно все меняется какой объем по времени эти уроки занимают для каждого участника сколько часов ты присутствуешь в жизни этих ребят как сказать относительно количество постов Валерий нет 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 вот смотри допустим у нас идет образовательный проект кетолагер да мы заставляем утром заставлять просим да мы даем пост который ребята читают под которым пишут вопросы а потом у нас один час эфир то есть мы присутствуем в их жизни в объеме там 5 минут на прочтение поста и часового эфира ежедневно в течение 30 дней а у тебя это как происходит ты знаешь мне мне кажется я присутствую в голове у людей 24 на 7 да фишка марафона и почему мой дорогой такой марафон он же стоит до чертовой матери денег на самом деле ну откровенно если говорить сравнивая с марафонами которые проходят мы когда придумали его название ну марафон да марафон и это уже трейдмарк какой-то ПГ марафон да который даже если я думал заменить ну а какой смысл это делать если люди знают что такое ПГ марафон и для меня лично первый день когда я с этой идеей начал ее разрабатывать это должен быть отрезок отрезок времени через который мы проходим вместе то есть у нас получается примерно так есть вот возьмем типичный день да вот в котором вот работа уже идет где-то в 6-5 утра по Праге в 7-8 утра по Москве либо же если пост делает Иван то он делает где-то в 5 утра по Москве пост и там идет у нас есть на неделю посты а затем у нас есть на день пост утренний так сказать ну вот допустим возьмем вот так пример вот он идет отдельным постом в ленту вот тут идет ПГ марафон бла-бла какой протокол что день 21 допустим и вот тут это такие основные хайлайты которые я выставляю на день это вот пост идет в ленту ребята его уже видят и понимают примерно ну то есть каждое воскресенье мы разбираем на неделю затем у нас идет какой-то день в котором мы готовим что-то как-то тренируемся имеем какую-то активность какие-то специфические задачи перед нами стоят с водой с анализами с какими-то детоксами может быть и дальше я делаю этот утренний пост потом у меня идет где-то на 5-6 видео разбор дневной детальный и затем я каждую отдельную тему прохожу в течение дня отдельными постами и потом у нас есть прямые эфиры и это то что касательно инстаграма и где-то после обеда мы делаем прямой эфир там ответы на вопросы но я считаю что главная фишка именно моего проекта заключается в том что инстаграм это отдельная тема главная фишка моего проекта этого заключается в том что у нас есть ватсап и там есть закрытые много групп разных есть болталка где люди общаются друг с другом это как бы для поддержки и там постоянно Иван общается поддерживает есть отдельный чат где ребята сдают свою статистику статистика естественно это челленджи у нас постоянно происходящие будь то шаги будь то беги будь то что угодно есть статистика и мы снимаем шаги и затем у нас есть таблицы победителей зал славы ПГ марафона это очень тоже многоуровневая такая история где люди которые могут сделать норму которую я хочу в виде челленджа на неделю они сдают и я вижу что они вошли например в клуб 30 тысяч в день то есть сделать 30 тысяч за один день либо же у меня есть такое понятие как зал славы ПГ марафона мы туда вводим всех просто ну такие Валерий нереальные результаты люди которые замотивированы я цифры которые вижу просто космос вообще там 105 тысяч шагов за день сделать например человек сам это делает я не призываю это делать либо же у нас есть такая история например челлендж холодный полтинник у нас есть там два дня на голоде мы проводим челлендж на 25 тысяч каждый день шагов пройти и у нас девчонка она сделала 90 тысяч шагов за два дня без еды то есть в один день 50 другой 40 вообще космически и вот за экстраординарные достижения мы во-первых награждаем бесплатным участием в другом марафоне бесплатно естественно во-вторых этот процесс заслуживает уважения это отдельным постом идет я говорю об этих людях но самое важное это не сделать 100 тысяч 500 миллионов шагов самое важное когда приходит человек и он делает две тысячи например в день и он мало активен и у нас есть отдельная классификация специально которая поддерживает называется движение вперед где я отмечаю всех ребят которые пришли и сделали в первую неделю например ну скажем там три тысячи каждый день потому что ну не могут они больше делать ни о каких ста тысячах речь не идет лишний вес работа а вторую неделю они спрогрессировали я считаю что личные рекорды и личный рост всегда более важен чем какие-то там тотальные поставленные несомненно несомненно все все ведь очень относительно для кого-то добавление активности в рамках там тысячи шагов это уже огромный огромный прогресс я не скрою да с момента старта твоего проекта фига марафон да у нас уже какое-то время шли образовательные проекты это лагерь и практически каждый раз при запуске это лагеря на спрашивали а когда вы запустите марафон когда вы сделаете что-то подобное что делает алексей я и руками и ногами всячески от этого отпираю до сих пор хотя эта идея она ну крутится в голове что меня останавливает да и вот я как бы мы работаем в одной области примерно один и тот же инструментарий но я хочу сказать что меня останавливает меня останавливает невозможность контролировать обратную связь то есть допустим у нас в кетолагере участвует не знаю там сто человек но это всего лишь аудитория лекции в рамках которой я отвечаю на вопросы не то я ограничен в рамках этого формата да я не могу вникнуть в каждую конкретную ситуацию и то что я отвечаю на вопросы вовсе не означает что я проясняю детально каждый персональный случай нет на то и общий образовательный проект в отличие от индивидуальных услуг ты понимаешь разница конечно да и меня вот меня очень я прямо я боюсь этой ответственности немножко понимаешь вот в чем страх и я вот не скрывая о нем говорю ты знаешь вот персональные консультации я первых какое-то время назад их делал и вот я очень хорошо понимаю прекрасно что ты говоришь вот примерный вариант персонального контакта с человеком который участвует лично у меня в проекте я стараюсь проводить почему начать говорить о ватсапе потому что у нас есть группа специальная которая называется пг марафон вопросы и в ней присутствует специфический формат люди все участники которые у нас они круглосуточно пишут туда вопросы которые интересуют их может интересовать что угодно и я каждый день отвечаю на эти вопросы лично на каждому человеку только это в общественном как бы варианте то есть я вижу вот беру открыто открыто свайп вправо и отвечаю здравствуйте аннушка вот у нас тут аннушка присутствует у нас даже две моих аннушки и любимых присутствуют которые просто ракеты и вот так и так ответ такой-то на ваш вопрос и дальше все слушают этот вопрос если им это интересно и это реально очень много времени забирает то есть много времени и много сил и когда я я не понимаешь в чем штука я не марафон для меня он во-первых каждый раз он абсолютно оригинальный и я отдаю всего вообще себя на этот марафон то есть он для меня фактически есть марафон то есть если мы делаем детокс я с людьми прохожу детокс если мы делаем голодание я с людьми прохожу голодание тренировки тренировки которые я провожу они фактически снято вот прямо сейчас снято и прямо сейчас разобрано прямо сейчас для ребят я могу конечно что то снять впрок вот и разобрать но стараюсь сделать ну 50 75 процентов контента всего оригинальным и поскольку я очень люблю готовить я всегда говорю что если бы я не был в фитнес мире я был бы наверное в мире кулинарии для меня процесс готовки это не неотъемлемая вообще составляющая я постоянно снимаю что я готовлю и затем по процессам мы разбираем и по калорийности у каждого есть своя пропорция относительно меня мы высчитываем каждому участнику его пропорцию и они знают уже точно как им кушать то есть из того что я показываю я показываю вот это моя порция ребята вот так вот вы готовите половина вот этого это ваша норма окей окей это многое проясняет супер но еще один аспект такой да человек который присоединяется к своему марафону в рамках этих двадцати одного дня этих трех недель он существенно увеличивает и физактивность сравнение со своей обычной жизнью он вносит ну наверное достаточно радикальные изменения в рацион и вот с помощью твоей невероятной мотивирующей силы его несет этот двадцать один день марафон закончился что происходит с ними потом вот это супер важно это то что я считаю обязательным своим долгом учитывать по факту окончания у нас самое прикольное что когда ты делаешь хорошо тебе постоянно возвращается люди и вы это знаете потому что вы делаете хорошо и к вам возвращаются на ваш проект у нас в среднем процентов сорок ребят возвращаются и дальше мы работаем продолжаем но у меня есть специальная программа которую я опять же абсолютно под каждый марафон записываю ряд видео и они вот только вот я сегодня открывал марафон и там называется план действий после пг марафона для тех кто продолжает работать индивидуально самостоятельно и план действий для тех кто переходит в следующий марафон пауза у нас между марафонами пол месяца две недели и поскольку процессы которые я запускаю за 21 день они только как бы мы оба понимаем что за 21 день можно начать что-то строить и задача за 21 день отдать максимум информации чтобы люди могли самостоятельно идти и делать и я им записываю там 10 видео например или 9 видео грандиозным красавчиком которые получили информацию за три недели и продолжать самостоятельно как им выйти после марафона что по калориям что по питанию дальше какие планы через сколько начинать тренироваться через сколько начинать бегать прыгать танцевать и что делать куда и как чтобы дальше продолжать то есть все знания которые мы проходим по всему план марафона он на самом деле огромен и все знания все моменты которые мы делаем а когда можно делать там вот такое мероприятие когда нужно делать там такой-то детокс или там печень или там желчную или когда можно поголодать когда тренироваться когда-то пить такую-то воду и вот это очень важно правильно начинать делать потому что организм там мы допустим делаем там загрузки водой какой-то с каким-то минеральным профилем нам нужна пауза после загрузки воды и дальше как они поступают когда они самостоятельно работают это одна история а если они переходят из марафона в марафон это другая история поэтому этот вопрос я очень хорошо стараюсь учитывать и чтобы у них было знание информация окей окей с этим понятно второе опасение которое я хотел бы обсудить я верю практичность инструментария у меня тоже достаточно большой стаж работы в фитнес индустрии и когда я говорю практичность инструментария я стараюсь дать людям те советы которые которые они смогут использовать в своей жизни находясь не на самом высоком уровне мотивационной возбужденности если ты понимаешь да несомненно 30 тысяч шагов это лучше чем 10 тысяч шагов да это понятно да но ты пойдешь со мной 30 тысяч шагов если я буду иди рядом и я буду говорить давай соберись тряпка вперед к светлому будущему а потом если меня не будет рядом ты не будешь делать эти 30 шагов 30 тысяч шагов да какой-то период твоя психика будет заведена да может быть ты увидишь твои возможности что в общем-то это на самом деле реально смотри если ты со мной прошел 30 тысяч ты и сам можешь проходить 30 тысяч вот но опасения о котором я хочу сказать да я стараюсь не вооружать их теми инструментами которые они смогут практиковать самостоятельно и в рамках вот этого контента что я сейчас сказал я бы сказал 10 но всегда независимо есть ли я рядом нет меня рядом 10 но всегда или там допустим ограничение калорий я могу там ужаться вот настолько да можешь а сколько ты так протянет дорогой момент потом вот понимаешь еще один момент знаешь вот когда у нас начинается где-то восемнадцатый день девчонки мальчишки начинают писать алексей спасибо я благодаря вам или с вами и вот это начало ответа на твой вопрос я каждый раз отвечаю это вам спасибо за то что вы слушаете и все чего добиваются мои марафонцы на самом деле это же просто телефон который как бы они открывают я говорю давайте сделаем вот вот да это алексей ворон который сидит у вас в кармане да и все достижения все изменения это лично заслуги каждого марафонца и это я им говорю спасибо за то что они слушают когда заканчивается марафон я абсолютно прав 30 тысяч каждый человек не будет и не нужно это делать потому что это ивент который для некоторых людей является поворотным жизни и они начинают менять траекторию своего движения я прошу те же 10 тысяч сохранять и тренировки строить и все строить но темп с которым мы работаем в марафоне он иной на то он и марафон и в обычной жизни в гражданской мы назовем его так люди немножко иначе должны я говорю как им нужно это делать потому что ну нельзя жить в марафоне постоянно вот я сам когда провожу марафон я думаю ну блин вот это нормальная тема и мы мало того мы же вот так вот идем по нему мы стартуем здесь и 21 день мы набираем обороты и концу все устают все реально устают и вот эти две недели перерыва они важны как для тех кто переходит из марафона в марафон так и для тех кто самостоятельно делает эти две недели я отдаю на восстановление центральной нервной системы и дальше тренировки которые у людей которые самостоятельно работают они направлены на длительность вот это рекомендации которые я даю однозначно тот кто сможет ходить там ребята на мы на эмоции ты абсолютно прав ребята на эмоции говорят когда можно следующий раз 100 тысяч делать я говорю ну когда вам захочется сделать тысяч но хотя бы давайте закрепим вот такую вот традицию смотреть на телефон каждую неделю и стараться чтобы average за неделю был 10 тысяч и вот так да я всегда стараюсь свой телефон мы челленджи когда проходим с ребятами и я иван мы сдаем свои результаты вместе с ними я говорю ребята давайте сделаем 100 тысяч клуб на этой неделе то есть это 14 тысяч шагов 14 200 каждый день это ну это дофига это дофига и мы этих шаги ходим вместе со всеми и потом в конце недели там за день я говорю вот мои шаги вот ивана как правило иван больше меня ходит мы мы смогли и вы можете давайте дожмем потому что еще есть один день доходить дожать чтобы сдать статистику и как бы получить результат ну то есть практикуй то что проповедуешь иначе никак окей хорошо прекрасно статистика какая то какой процент людей идет в следующий марафон процентов 40 каждого последующего марафона процентов 40 у нас переходящих людей это не всегда одни и те же люди кто-то выходит кто-то продолжает там да 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 вот в прагу многие ну кто приезжает в прагу ищут встречи для меня это безумно безумно показатель моего труда что люди хотят встретиться и познакомиться лично мы сейчас встречали с девчонкой с катюшей она три подряд марафона участвовала и сначала ее супруг участвовал она его подсадила потом сама три подряд и она рассказывала от своих личных и она говорит вот если бы мы я могла посоветовать что-то людям говорит вот первый проходит и даже не понимаешь вообще что происходит как бы делаешь 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 и вот второй уже приходит ясность какая-то а третий ты как бы уже прочувствуешь все то есть а вот а ее пожелание было передать людям хотя бы в два попасть ну мое пожелание как бы по желанию по возможности потому что подчеркиваю дорого это реально дорого и это обоснованно дорого потому что я никогда в жизни бы не просил какие-то деньги за то что я не считаю что это стоит столько а алексей даже не было и в мыслях касаться какого-то экономического аспекта да потому что это настолько индивидуально каждый ценит свое здоровье по-разному да а однозначно и ты знаешь эти вложения это очень такая тема значит вот я в прошлый свой эфир на ютюбе закончил именно на вот этой теме потому что для меня это я как бы понимаю что я прошу людей деньги я должен отдать что-то за эти деньги и для меня очень важно быть перед самим собой честным за то что ты делаешь честный труд да вот honest hard work и вот я беру я считаю что я на сто процентов отрабатываю если я реально где-то не дожимаю меня начинает жестко грызть совесть я понимаю что можно было сделать больше контента можно было глубже ответить на этот вопрос можно было отдать еще больше я переделываю и отдаю вот тогда когда вот я чувствую что вот если бы я заплатил деньги и участвовал и хотел получить информацию не важно у меня 50 или у меня 90 человек участвует каждый человек личности каждый пришел и каждый должен получить от меня так как я бы хотел чтобы я сам получил от ведущего и это тяжело вот поэтому встречи с аудиторией это конечно фантастика я в этом плане несколько ограничен более чем ты океаном как бы во флориду приехать не каждый может вот и я конечно хотел бы у нас просто пока планы территориально связано больше со штатами но я бы конечно хотел в россии проводить какие-то встречи я думаю что может быть кто-нибудь и пришел даже со мной поговорить может быть даже такое случилось вот и да ну вот свои свои опасения я бы сказал да может быть потому что это я уже слишком старый может потому что мне уже 46 лет вот 3 октября будет может быть это меня останавливает черпанное но если честно да концепция которая у меня сейчас пока формируется это концепция таких небольших групп и я что-то подобное наверное запущу вот где-то в середине осени но как я это вижу да и вот мне твое мнение тоже очень важно вне всякого сомнения 24 часа в сутки должна быть связь ну естественно в разумных пределах надо же спать вот но ощущение должно быть такое и честно говоря я я видел это ну наверно группы по 10 человек таких групп может быть кстати несколько да но эта группа должна быть как единый отряд и они должны каждый знать друг друга в этой десятке например не знаю может быть десятки может быть пятер понимаешь то есть вот какой фактор я хотел бы еще внести в этот формат да чтобы там было перекрестное пересечение понимаешь и более сильные тянули более слабых а еще может быть попробовать подбирать эти группы как-то по уровню например да или по не знаю по степени общения там интроверты экстраверты и так далее мне все-таки за плечами высшее образование специальной психологии это важный момент очень то есть вот о чем я думаю понимаешь а дорогие друзья а вы вы заметили что мы ни разу за все время сколько мы уже болтаем не произнеси слова киета или стакли водное питание мы вообще не трогаем эту тему и кидро касаться не будем потому что здесь мы говорим о физической активности какое классное видео ты недавно записал относительно того что друзья вносите вклад в дефицит калорий не зверским врезанием калорийности а по расходам я хочу друзья мои сознаться где-то года полтора назад я был относительно в большей степени уверен в обратном почему да потому что ну во первых когда еще не закончил школу нутрициологов да и больше опирался на свой опыт сейчас я вот двумя руками за то что говорит алексей и я сам записал много видосов и постов там и так далее историс на эту тему ключ конечно в грамотном определении своего необходимого минимума и здесь мы говорим не только о калориях друзья мои наш минимум он касается и количества белка который закроет строительные функции ненасыщенных жирных число которые получают в обменных процессах витаминах минералов именно поэтому ваш рацион который вне всякого сомнения должен прийти к какой-то цифре ну или объему видимому или какому-то привычному набору продуктов не важно не падайте в обморок те кто против подсчета калорий я сейчас совсем не об этом говорю какой-то объем и вот в нем должно сконцентрироваться ваш необходимый минимум по всем этим позициями ниже которого вы не должны уходить ни при каком раскладе а все остальное полный вперед полная свобода действий все 24 часа перед вами и вы можете добавлять расход как угодно вот это золотые слова и двумя руками поддерживают и это круто да абсолютно согласен дело в том что я так часто вижу ребят которые либо приходят в марафон с убитым метаболизмом либо с убитым вопросом щитовидной железы угнетенная работа либо наоборот гиперактивная щитовидка из-за работы из-за некачественного питания из-за учебы часто у меня знаешь такая добрая традиция ребята приходят ну все у нас взрослые люди у нас как бы с тобой вот мне почему нравится что все твои проекты и все мои проекты они больше со зрелыми людьми у которых уже и состоявшаяся жизненная позиция мы не бегаем вот это давайте мы подтянемся десять раз а там вот там вот там ванька дурак он там не может потянуться десять раз такая взвешенная позиция людей которых все уже получилось и которые работают в своем здоровье и очень культура поддерживается хорошая в таких проектах поэтому в принципе на канале у меня и в инстаграме везде очень люди культурные приятные взрослые и когда люди приходят они начинают задавать вопросы и о дочерях и о мужьях и о более старшем поколении и вот вопрос с тем что нельзя угнетать свой метаболизм путем недоедания вот это мы потом и лечим часто очень потому что такие сумасшедшие трансформации вот которые проходят вот уже с когда в мае был первый марафон и просто результаты которые я вижу от людей ну и что-то отказался от ингалятора и перестал быть больным астмой у кого-то по-женски очень много мы вопросов решаем то есть я практически стараюсь отдать максимум информации девчонкам чтобы они слазились с контрацептивов чтобы они либо же приходим именно паузу как сделать что делать чтобы чувствовали себя лучше как чтобы пошел цикл у меня я опять же не могу на личности переходить но было несколько примеров девчонок у которых из-за дисбаланса гормонов а я очень плотно работаю с гормонами у меня к этому посвящен вообще отдельный огромный пласт информации именно эндокринологии на ребята задают анализы я их расшифровываю говорю что куда почему и несколько девчонок было которые мрачи говорили что ну вы не сможете иметь детей вот если мы либо не сделаем вот такую операцию либо это будет эко искусственное оплодотворение и просто потом чудо мне или между марафонами либо время девчонки пишут и говорят пошел процесс да пошел процесс пошел и это это и ты понимаешь что ты устал отвечать на 90 вопросов за день закрой свой рот иди отвечай потому что это дает вот такой результат и тут вопрос в том что это это настолько круто и вот удовлетворительный процесс вот satisfying вот вот я даже не знаю опять же я всегда перехожу на то что это один из моих основных не один а основной вид деятельности которым я кормлю свою семью и мне не стыдно за это потому что я гордость испытываю гордость испытываю за своих марафонцев и вообще за то что мы делаем и если мы прям так разоткровеншились я могу тебе сказать что каждый раз когда заканчивается тридцатый день это лагеря да у нас вот мы подводим итоги мы с ленкой каждый раз рыдаем я тебе говорю я даю себе обещание каждую смену жила восьмая смена нет в этот раз я не расплачиваю ну там такое говорят в конце там такие вещи удивительные происходят что я такой чувствую себе голову и думаю блин это кета работает на самом деле что же происходит какие чудеса значит мы не зря все это целый год все это ведем да и я очень хорошо тебя понимаю каждый раз задать не разрыдаться в этот раз не разрыдаться и это очень трогает а почему это трогает а потому что ты абсолютно искренен и почему я должен стесняться что вся моя жизнь проходит вот здесь я утром начинаю кита новости я в 6 утра читаю перевожу составляю конспект целый час всем сажусь на велике вот вся моя аудитория со мной они начинают со мной день с 7 до 8 езду на велике потом у меня один эфир потом другой потом консультации и вечером я готовлю материал на завтра вся моя жизнь буквально в кита проходит перед глазами моей аудитории и я тоже больше ничем не занимаюсь и касательно того аспекта который ты говорил почему когда речь не заходит об экономическом аспекте там сколько это стоит и так далее а ты не должен этого стесняться во первых потому что есть разные категории людей а во вторых если у кого-то вдруг возникнет желание упрекнуть его в чем-то да а вы посмотрите какой объем информацию он раздает просто так а для кого-то для кого-то этот совет который был выдан в бесплатном эфире может быть он изменит жизнь может быть спасет от чего-то может быть станет ключевым или потом когда этот совет будет передан другим людям он точно также окажет невероятное влияние на их жизнь на их здоровье это раздается бесплатно этот человек целый час сидит и вещает вам не прося за это ничего почему вот этот аспект не оценивается вот на 200 процентов с тобой согласен я два с половиной года выливал информацию на канал и все что я делаю каждый раз когда я веду свои эфиры у себя в ютюбе я говорю что ребята не обязательно участвовать в марафоне все что мы делаем это всего лишь очень качественно скажем так систематизируем все чем я делюсь в течение месяцев лет в каждом эфире и в течение двадцати одного дня мы попадаем в систему которую вы можете сами прекрасно абсолютно бесплатно для себя создать и проходить это и я этого не скрываю некоторые даже мало блюд у меня там сколько я даже честно говоря даже не читал сколько блюд сколько тренировок сколько всего какие-то единицы я участвовал 72 часа голодания вместе с ребятами на ютюбе в лайв-режиме и разбирал пошагово эта информация абсолютно естественно бесплатно можно ты берешь делаешь у нас такие результаты это минус 50 килограмм 40 килограмм люди делают за год полтора я в самую прикольную штук прага принципе ну как бы тоже достаточно далеко относительно как бы ну немного людей здесь я встречаю вот буквально недавно в зале заходит девчонка просто я вообще в восторге у алексей я из нью-йорка прилетела к детям в прагу и я пришла в зал с невесткой просто первый раз мы же слизал и мы встречаем я с вами уже полтора года я так вау или вот здесь вот в этом здесь мы сообщаемся так уста кофе рядом есть супермаркет на в котором я часто закупаю продукты и показываю опять же для моих марафонцев я показываю как это все если я сейчас найду здесь чисто ради интереса покажу как это выглядит но я думаю что я не найду корзины с питанием которые с продуктами и я почему начал об этом говорить ну что регулярно вот здесь супермаркет встречаю людей которые говорят мы вот смотрим вас уже там месяц два три или полгода только недавно девчонку из казахстана встретил там 35 килограмм потеряла и вот самое прикольное для меня было что я снимаю в этот момент там корзину с продуктами для марафонцев вот и подходит девочка говорит алексей это вы я говорю да она такая ой там и начиная там рассказывать о своей истории потрясающе и вот это попадает в эфир не не это не попадает в эфир один раз в прямом эфире девчонка подошла ну вот это такая говорит вот туда сюда поблагодарила это продукты в записи я снимал поэтому как бы просто мы с ней пообщались супермаркете и первый раз обычно люди просят можно там с вами сфотографироваться я думаю господи со мной сфотографировал ну давайте без проблем а здесь у девчонки она говорит можно попросить у вас автограф я говорю а может лучше сфотографируемся она говорит нет можно я своим значит вот этим докторским кривым вот этим вот почерком как позовут вас айгуль айгуль а для айгуль от алексея ворона вот это для меня обычно ну опять же ну фото это волнительно да конечно потом лет через десять когда твоя известность взлетит до небес ты может быть не будешь так реагировать на это но вот эти первые моменты первые прикосновения это это очень балдик а вот так минут 72 часа но для меня это обычная практика да я делаю там еженедель 48 72 сейчас правда в рамках этого эксперимента с карнивор я немножко изменил интервальное голодание потому что там свои нюансы но не в этом дело но видишь опять же да моя чертова старух я вот не могу сказать ей у меня сегодня обычные 72 я заканчиваю в пятницу обед начинаю в понедельник в обед пошли со мной а ну-ка знаешь как в том меме брось булку быстро ко мне в зал там всякий такой то есть вот я не могу их позвать наоборот я говорю осторожны женский организм я даже когда речь идет о рекомендациях по интервальному слушайте друзья вот сейчас кстати прикольный момент интервальное периодическое голодание в чем разница это просто условная фигня это просто условная фигня хотите так называйте хотите так я условно распределяю там интервальное до 24 часов а периодическое сверху и это тоже все очень опасительно вот но я говорю 6 на 18 или 8 на 16 и даже не каждый день начните потихоньку ориентируйтесь на чувство комфорта при малейшей непонятной ситуации откатите назад это то что я говорю и уж ни в коем случае не могу сказать кто со мной на 72 часа понимаешь он понимаю и я знаешь с каким подхожу к этому вопросу мне нужно чтобы люди делали 48 72 и у нас некоторые делать 96 и у нас и у нас и нас делают и сухое не строгое то есть умываются я подхожу к этому процессу пошли со мной делаем а в марафоне это скажем так это обязательная программа но можно эту программу в любой момент прервать потому что то с какой идеей мы подходим к голоду это вот так ребята вы никому ничего не должны вы просто проживаете вот этот час следующий час и следующий час если вы чувствуете вот искренне вы чувствуете что нормально или голод или состояние дискомфорта от того что я не поел на или не поела она терпимо мы не прерываем вот если вы вечером выпиваете там травы о которых я говорю вещи которые они прерывают pg и вы реально чувствуете что вы можете продолжать давайте продолжать но все что я их прошу сделать это подходить процессу open-minded да вот с открытым душой и сердцем и вот с улыбкой ты ничем не жертвуешь ты просто проходишь ты чувствуешь что тебе нужно поесть и поешь эти проблемы главное искренне и в большинстве в девяносто пяти процентах случаев люди искренне заглушки смотрят я же могу я могу сделать и нет обязательно или там есть там сто процентов нужно не человек если вот ему там крутится голова может пойти поесть я просто прошу не есть маки нормально и с открытой душой и сердцем просто проходят эксперименты впитывая этот позитив люди проходят 72 вот так и говорят а можно нам и дальше идти я говорю давайте как бы дальше мы там мы по времени или там если вы хотите вы можете там сделать столько-то или так-то вот ну главное на листе самое важное это с легкостью в душе и с отсутствием чувства жертвенности для меня вот чувство жертвенности не должно быть то что я здесь нет ни не ем или я здесь тренируюсь я здесь в марафоне а вы там жрете вы там ходите на обед вы не тренируетесь держите планку вот этого вот не должно быть должно быть чувство приобретения и того что все те вещи через которые мы проходим течение марафона они приумножают и инвестируют они отбирают время или возможность пойти в кино да я когда размещал пост о том что мы будем разговаривать было несколько вопросов но по сути ты ответил на все эти вопросы вот и этот проект пг марафона то есть он идет у тебя так у тебя три недели проходит две недели пауза и следующие три недели ротация пять недель получается от начала до начала да да а вот смотри как как у нас проходит это образовательный проект да иногда к нам приходят ребята которые не знают что такое кето и вот я хочу поделиться с тобой своим восхищением таким европейским подходом к процессу который я встречаю небольшого процента но он есть человек мне интересно тема кето да но я сначала пройду все 30 дней задам все 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 вопросы а потом и только потом я стартану можете представить да у нас же обычно так мне пишут я уже неделю на кето помогите что делать я не знаю мне плохо ну понимаешь да вот разница этих менталитетов второй пример это чисто мы мы полный вперед потом разберемся давай да 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 а некоторые вот такой подход я сначала разберусь а потом приму решение может быть я не пойду на кето если мне не понравится но как минимум я стану более образованной в плане там нутрициологии в плане эндогринологии каких-то элементарных базовых понятий инкулин гормон роста и так далее а потом может быть я буду пользоваться каким-то другим питанием есть такой классный видеоблогер джефф кавалье он ведет атлин икс да рассказывает тренировки и так далее наверняка ты видел и он в одном из видосов сказал а а видос такой наш провокационный почему кето палео один прием пищи в день и фитсити и макрос полное говно прям такой знаешь чистый кликбейт такой хороший да и он говорит да все эти диеты полное говно если прошу прощения за мой французский если вы подходите к ним как диетам он когда меня спрашиваете как вы думаете сколько времени мне нужно практиковать этот тип питания а он говорит а я отвечаю сегодняшнего дня и до последнего дня вашей жизни если это не так то вы выбрали не ту подумайте еще раз и подберите что-то такое что будет с вами всегда если вы сейчас на каком-то сверх энтузиазме протянете три месяца а потом вернетесь к обратному питанию я вам скажу что эти три месяца были ошибкой понимаешь да абсолютно да и когда вы встречаете какого-то какого-то видеоблогера который говорит о питании и заявляет я вам сейчас расскажу о таком питании которое является самым лучшим разворачивайтесь на 180 градусов бегите от этого человека стирайте его убирайте чертям нет друзья мои этого не существует для каждого все индивидуально да я говорю о кето то я говорю о кето почему я говорю о кето потому что я в нем очень хорошо разбираюсь и если вам оно нужно я вам помогу но я никогда не скажу вы что какой там палео идите к чертям только кето или там какое там мало карп хай фэд или что-то еще диетовой нет признак ограниченности когда кто-то пытается нагадить на другие альтернативные варианты чтобы превознести самому это выглядит очень по-детски и незрело для каждого существует свой подходящий вариант и опять мы пересекаемся с темой практичности инструментариев зачем взваливать на себя какие-то невероятные обязательства по сверх активности супер жесткой диете абсолютного соблюдения всех добавок там и пятое десятое если вы не сможете нести это через сутку жизнь именно так и поэтому у меня есть видео такое позапрошлое канале называется как долго оставаться на периодическом голодание я именно вот эту тему 20 минут раскрываю о том что это должно подходить вам и должно быть вашим образом жизни и это не диета это то как вы постоянно не чувствуешь себя жертвенником и обделенным живете и настраиваете свой быт и все 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 вокруг того как вы питаетесь и вот кто-то питается например в ресторанах быстрого питания либо жаль там шести разовым питанием увлекается и как человека жизнь строится вокруг какого-то типа питания когда вот он проходит через разные вы знаешь когда вот он один у него никаких ответственности ни котов ни собак ни детей ничего и вот он там все цело посвящает себя там я буду жрать шесть раз в день а потом у него появляется девушка и все летит коту под хвост и а когда у него появляются дети это вообще отдельная история то есть люди а и это очень весомый аргумент оправдание у меня же дети я поэтому жирный блюдок извините меня тоже за мой француз я умру 55 но потому что я же оправдываюсь я же значит такой тяжелый рабочий день у меня я вечером выпью пиваса а как бы днем я пожру где попало ну что я же не спал полночи в машине там жена с детьми занималась и вот это абсурдная ситуация заключается в том что нужно нести ты абсолютно прав тот инструмент который ты пронесешь через годы отдашь детям и дети будут его нести и совершенствовать и это то почему не все абсолютно диеты подходят каждому но есть какой-то базис а это контроль углеводов это здравый подход здравый смысл будь то кета lchf палео не здравый смысл это три грамма белка на килограмм массы тела потому что почки печень и вот у меня культуристы на моих глазах постоянно они меняются формами всем вот только я сейчас провел тренировочную сессию с одной из моих старейших учениц и в зале в профессиональном у нас там разно разноплановые качи трюкачи ходят есть концентрация качей в зале она как бы вот сейчас же сезон и вот и сейчас все-таки ходят прям такие все прям венозные васкулярные все у нас сейчас в праге будет лвс выступление сейчас было олимпия и пляжники и девчонки они все ходят просто ты на них смотришь и сейчас упадет низкий сезон они начнут быть на массе начнут держать воду все оденутся оденут футболочки кофточки все будут прятаться потому всех между курсами перестройка будет и самое прикольное что доживают до следующего года не все есть те кто отваливаются либо денег не хватает покупать препараты либо очень печень отказывает либо еще что-то отказывает это друзья мои такие спортивные фишечки которые в общем-то пусть остаются в этом спорте да еще момент какой извини лёш если перебил в абсолютно я очень хочу чтобы вы внимательно слушали мы не так часто устраиваем такие встречи он занят я занят но внимательно слушайте что мы хотим сказать почему потому что зачастую ты выдаешь какой-то пост или идею а потом читаешь комменты думаешь блин как дыгин мой язык как коряво я выражаюсь если то что я хотел сказать поняли геометрально противоположно думаешь блин нужно работать над своим литературным уровнем нужно увеличивать яркость своих аллегорий нужно доходить до самых тонкостей может быть тогда это не будет извращено потому что вот хочешь пример вообще просто так обалдеть я недавно запилил пост о том что многие вещи в нашей жизни мы делаем потому что привыкли это делать или видели в кино или потому что так модно вот например идти на работу со стаканом из старбакса в америке по-другому нельзя прийти на работу как ты можешь дойти от машины до работы если у тебя в руках не стакан старбакса если его не будет у тебя в руке какая-то пустота чёрт здесь что-то должно быть я не могу дойти до работы вот или ты садишься в кино и ешь попкорн или приезжаешь в турцию на он инклюзив и пытаешься поставить рекорд по скоростному поеданию или если раз ты встречаешься с друзьями они едят то идти должен есть это все что я хотел сказать и начинается вы почему против кофе что вам кофе сделал почему вы против него я говорю да у меня просто храневар эксперимент а кофе это растительные продукты поэтому я его не делаю я не против кофе внимательно читайте что мы хотим сказать потому что мы мы вкладываем всю душу когда пытаемся какую-то идею как у меня рождаются посты я еду на велосипеде и вдруг особенно в период голодания ты знаешь какая там кристальная ясность да ты делаешь прогулку у тебя идеи просто я останавливаюсь и пропишу видос какой-нибудь или пишу пост потому что это приходит прямо вот из сердца и ты хочешь передать это поделиться чтобы как можно я мне прямо сейчас мурашки я тебя не клянусь вот ну иногда извините что бывает немножко коряво попробуйте все-таки понять зачем мы это сделали не для того чтобы получить больше лайков а потому что рождается информация которую ты просто в себе не можешь держать и ты 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 ее отдаешь и я уверен что у тебя примерно так же получается вот я тебе сразу открыл смотри а у меня тут идет этот самый а шарится между девайсами вот темы которые мне приходят в голову его тексты которые расписываю там частично не видно я в плане того что точно так же останавливаешься записываешь и пытаешься максимально так сказать сохранить эту идею потому что уйдет и дальше следующее приходит либо на телефоне я ивану пишу иван такая тема надо записать потому что иван будучи человеком очень обязательно очень везет тебе у тебя есть иван да иван это математический мозг нашей операции скажем так это 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 хорошо что мы слушайте мы потихонечку уже закругляемся да да подходим к упору по времени по эфиру да я считаю круто было да да прекрасно пообщались я его давным-давно уже звал ты знаешь мне только фейсбук нарисовал что 20 сентября прошлого года у нас была первая коллаборация у меня был репост и я даже запустил это было да 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 ровно год назад да ровно год назад было прикольно скажи он пролетел просто как день просто абсолютно столько всего происходит и проекты и опять же я о своей жизни говорю у меня уже дочь родилась уже позорствует уже стоит понимаешь уже требует чтобы ей что-то отдали как бы такое движуха какая-то и сотни ребят у нас поучаствовали в марафонах и мы развиваемся это очень круто ребята да действительно у нас подходит я хочу сказать финале что когда это видео если я залью его на ютюб а все ссылки по марафону под видео ссылка на профиль валерия под видео ссылка на мой инстаграм тоже под видео вся информация которая будет под видео да поэтому огромное спасибо ребят за то что вы с нами были за то что вы писали комментарии просите ради бога что мы не читали может сделаем эфир с ответами на вопросы или еще как-то а вот ну спасибо ребята за ваше время сделаем еще раз сделаем давай запланируем сделаем чисто ответами на вопросы вот вот таком формате да прекрасно у меня начинается новый день у меня 7 утра да я вел 6.30 по твоему времени не начали это прекрасно ну это нормально я я в это время как правило пишу какие-то новости все друзья до свидания всего доброго алексей спасибо еще раз спасибо привет в флориге большой привет все отключаемся спасибо ребят всем пока пока в флориге